Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые участники форума, Дорогие друзья, улучшение жилищных условий – одна из самых актуальных проблем молодежи. Решение жилищной проблемы имеет огромное практическое значение. Стимул к созданию семьи, улучшение качества трудовой деятельности, повышение рождаемости. Необходимо совершенствовать практику поддержки молодежи. Следующий слайд, пожалуйста. Доступное жилье для молодых семей. И подпрограмму обеспечения жильем молодых семей – это один из немногих механизмов, которые существуют на сегодняшний момент, которые могут поддержать нас в рамках улучшения жилищных условий. И то, это социальные выплаты, но в силу определенной ограниченности, которая есть на сегодняшний момент, бюджетной ограниченности, она не работает так, как хотелось бы нам с вами и нашим своим коллегам. С одной стороны, есть участники молодая семья – это супруги, состоящие в браке в возрасте до 35 лет. С другой стороны, органы власти – работодатели. В целях создания благоприятных условий для молодой семьи, команда номер 7 предлагает воссоздать молодежное кооперативное движение. Следующий слайд. Молодежная и жилищная кооперация – сами строим, сами контролируем. Публичная власть на сегодняшний день готова оказать поддержку. Нужно уточнить законодательство, используя наш с вами потенциал, потенциал молодых семей. Молодежная и жилищная кооперация, которая создается при поддержке государства из добровольного объединения молодых семей, молодежи, без посредников, позволит снизить себестоимость жилья, используя, конечно же, землю, другую инфраструктуру. Льготное кредитование – поддержка публичной власти. Особий механизм – погашение кредита. Сначала мы должны будем гасить тело, а потом только проценты. И есть еще, конечно, определенный другой социальный аспект – это когда уменьшается кредитная нагрузка при рождении детей. Сокращение срока получения жилья. Гарантия и софинансирование строительства жилья со стороны государства и работодателей. Следующий слой. Общими усилиями найдем решение. Исходя из этого, мы должны получить определенные ожидаемые результаты. Прежде всего, это социальный эффект. Первое. Повышение доступности жилья и качества жизни молодых семей. Сокращение нуждающихся очередников. За счет самих очередников в связи с тем, что они выходят из этой программы. Все мы с вами знаем о том, что иногда в программах можно стоять по 10-15 лет. Исходя из этого, возраст достигает 35 лет, и мы из этих программ автоматически выходим. Следующее. Это решение демографической проблемы. Создание семьи. Рождение детей. Иногда у нас бывает даже, что самые крепкие семьи квартиры на вопросах уже. Все, наверное, имеют такую практику среди своих дамят или близких знакомых. И мы не должны забывать, что есть здесь и определенный экономический эффект. Стимулирование развития рынка строительства жилья по всем регионам. Решение кадрового вопроса. Прежде всего, среди тех, кто будет строить среди строителей. И самое главное, в этом случае, на кого будет направлено. На тех молодых специалистов, которые должны пригодиться на данной территории. Абсолютно всех отраслей. Уважаемые коллеги, законопроект, на наш взгляд, на сегодняшний момент назрел. И нам необходима ваша поддержка. С вашей поддержкой мы считаем, что мы сможем решить данный вопрос. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги.